Госкорпорация Ростех, попавшая под адресные санкции, может избавиться от своей доли в автовазе, передав её в подконтрольный Минпромторгу Институт НАМИ. Об этом сообщают источники газет «Ведомости» и «Коммерсант». Напомним, что этому федеральному институту досталась бывшая доля группы Рено, а Ростех продолжает владеть одной третью. По замыслу передачи акций от одной госкомпании другой концептуально ничего не изменит для самого ВАЗа, но упростит поставку деталей из-за границы. Сам Воложский автозавод сейчас активно занят освоением производства Лады Весты. На прошлой неделе мы рассказывали, что в Тольятти сварили первый кузов, а последние дни тестовую машину собирали целиком, чтобы пройти все технологические операции. Таких пробных машин сделают ещё немало, чтобы отладить процессы до начала серийной сборки. Ведь Веста займёт первую нитку главного конвейера, с которой много лет сходили только автомобили на платформе B0 — Логан, Sandero, Largus и X-Ray. Напомним, что президент АвтоВАЗа Максим Соколов обещал перезапустить выпуск рестайлинговой Весты во втором квартале 2023 года. Кстати, есть вероятность, что поначалу машины будут выпускаться всё-таки упрощёнными — с восьмиклапанным двигателем. Ведь возобновление производства 16-ти клапанников намечено только на май. Что касается последних Вест Ижевского завода, то 240 некомплектных машин, собранных в июле-августе, удалось дооснастить необходимыми компонентами. И теперь финальная партия отправилась к дилерам Лады. И совсем неожиданная новость. На слушаниях в Совете Федерации президента АвтоВАЗа спросили, обращались ли иностранные автоконцерны с предложениями о сборке машин. Ответ Максима Соколова цитирует РИА Новости. «Обращались. Мы ведём переговорный процесс и смотрим, насколько выгодно это будет для АвтоВАЗа и для российской автомобильной промышленности в целом». С кем именно контактировал АвтоВАЗ, продолжаются ли переговоры и были ли они предметными, осталось в тайне. Предположим, что этими автоконцернами окажутся иранские. Ранее мы уже рассказывали, что на выставку МИМС иранцы прилетели очень представительной делегацией, продемонстрировав не столько автомобили, сколько обширный набор компонентов, которые научился выпускать обложенный санкциями иранский автопром. В этом ассортименте есть, например, подушки безопасности, АБС и другие электронные блоки, в которых нуждается российская промышленность. В свою очередь, иранцы могут быть заинтересованы в поставке шин и даже двигателей. Концерн Сайпа пытается восстановить производство антисанкционного Рено Логана первого поколения. А это собрат нашей Лады Ларгус. КОНЕЦ